коллеги всех рады приветствовать сегодня у нас очередной а уже 11 вебинар сегодня мы будем рассказывать про звуковую систему g модель у нас валюсон и 8 сначала представлюсь меня зовут гаджи и меня зовут александр я инженер компании midford вот сегодня мы будем вам рассказывать все об аппарате вот узком аппарате валюсон и 8 начать хотелось бы наверно с того что валюсон это аппарат у нас который считается мировым стандартом качества в акушерстве и гинекологии мое субъективное мнение то что это лучший аппарат именно в этих исследованиях в шерсти и экологии лучший аппарат валюсон е10 ну там не 10 сама последняя его версия вот сегодня как раз про него вам и расскажем если есть какие-то помехи или картинка плохо видно вы пишите в комментариях сразу если есть какие-то вопросы вы можете также писать в комментариях под постом мы вам постараемся на все ответить с чего мы начнем у нас в нашем сервисном департаменте есть аппараты которые мы держим под сервис так сказать для диагностики для ремонта часто используем эти аппараты и считая то что в лес он именно этой версии и 8 5 13 а у нас именно 5 13 0 6 под версия очень часто приходит запрос и сейчас мы разберем какие конкретно запросы приходят саши расскажи пожалуйста за последнее время у нас уже было несколько кейсов по аппарату по этому аппарату где мы брали заимствовали платы какие-то что наверное на твой взгляд чаще всего какой кейс какой запрос приходит по этому аппарату да но очень часто мы в последнее время работаем по этому аппарату самая частая такая наверное проблема это объемные датчики часто ломаются на них но самая частая поломка это либо масло вытекло либо там колпак полностью слетеную вследствие чего тоже масло вытекло вот собственно говоря вот у нас здесь датчик который у нас на ремонте сейчас это как раздача которых нам пришел на ремонт и мы его сейчас ремонтируем а можешь вскрыть показать это как раз у нас до рик 5 9 d это датчик у нас сколько там 190 до студентов 2 к нам элемента вот очень популярный датчик часто он к нам приходит то также есть ну похожий на у него рик 612 д но он более уже как бы более сложный там 256 каналов у него 260 и 256 пьезокристаллов 256 элементов да все верно вот по устройству в принципе они похожи очень вот здесь у нас сейчас такой датчик он уже много был в использовании у него здесь сейчас отсутствует вот эта муфта полностью вот мы ее будем менять собственно вот часто у них вот этот колпак слетает ну и соответственно после всех ремонтов у нас нужно натягивать тросики устанавливать и заливать масло то есть самое частое что приходит с датчиками именно с объемными это вытекло масло просто моей памяти тоже вытекло масло или проблемы с механикой ну собственно с приводом да еще бывает до проблема то что он не может отцентроваться при включении это уже проблема либо у него и тут есть датчик холла который может выйти строю либо там магнит слетел у него вот так же бывает то что слетает прошивка такой ремонт мы тоже делаем у нас да я помню вот на моей памяти за последние два месяца только пришли датчики но это были не объемные линейка точно помню 9 лд и 2 по моему как раз тоже линейка была проблема с тем что как раз прошивка контроллера слетела и мы перепрошивали контроллер я помню это давай сейчас перейдем наверно к самому аппарату вообще многие наверное спрашивают такой дорогой аппарат задается вопросом такой дорогой аппарат для чего вот держать под сервис что это вообще для чего это нужно насколько ты считаешь вот насколько удобно то что у нас аппарат есть под сервис у нас как мы уже сказали очень часто приходят запросы на этот аппарат вот и мы же не только меняем запчасти на новые но мы еще и ремонт производим вот а для для диагностики для ремонта плат как бы это очень ускоряет нам работу когда у нас есть аппарат на котором мы можем проверить в ходе ремонта и так что нам дает аппарат сервисе у нас недавно был кейс в государственной больнице в городе брянск мы диагностировали такой же аналогичный аппарат ты ездил саша туда была проблема наводка в cdk и эта проблема ну то есть мы сразу поняли то что эта проблема в платье рфай потому что у нас эта плата отвечает как раз за за что у нас отвечает платы рфай да у нас плата рфай отвечает за обработку сигналов полученные полученных уже непосредственно от бимформера вот и в ней происходит обработка вот и собственно мы поняли то что эта проблема с рфай ну чтобы убедиться чтобы сто процентов убедиться это наверное самая такая идеальная диагностика когда у тебя есть запчасть на подмену ты берешь эту запчасть едешь в клинику и и вставляешь ну и собственно аппарат начинает нормально работать и выявляется неисправность то есть подтверждается неисправность нашей теории того что проблема с платы рфай и вот самое важное в клиниках особенно там как в государственных так и в частных в принципе чтобы скорость реакции скорость ремонта была на высоком уровне когда у нас есть все платы допустим на определенный вот на этот аппарат у нас сейчас есть конкретно все платы на в наличии то мы можем просто молниеносно произвести диагностику и ремонт правильно поэтому у клиентов у врачей у клиник у которых есть такой аппарат простой он минимальным простой там это ну помимо того что трата денег это и репутационные какие-то такие риски имеется поэтому чтобы ускорить процесс диагностики ремонта у нас есть сервисные аппараты то есть довольно просто понятно и мы их применяем в диагностике а теперь мы на сам аппарат наверно обратим внимание и саша ты нам пожалуйста расскажи вот с чем с какими кейсами приходят запросы к нам именно по этому аппарату именно по джей да вот самые частые наверное проблема здесь вот бывает какая сыра файл плата у нас здесь фронт-энд части на вот спереди все находится вот но это вот за последнее время несколько раз уже было также у нас у нас компьютерная часть находится сзади саш на аппарате до компьютерная часть нас находится сзади ультразвуковая часть у нас находится спереди спереди и сбоку правильно там рфай слева боку а справа боку у нас материнская плата правильно компьютерную часть у нас здесь сзади все находится вот как разбирать сложно ли разбирается аппарат если какие-то хитрости ну по разборке в основном ничего сложного нет вот у нас сейчас здесь уже корпус весь снят там на нескольких болтах он крепится здесь чтобы компьютерную часть скрыть по периметру мы откручиваем болты тоже и все легко снимается также у нас здесь сзади находится блок питания тоже также он легко вытаскивать здесь вот ультразвуковая часть у нас также здесь откручивается болты и она выдвигается по два болта справа и слева мы мы вот этот вытягиваем полностью до бимформер у нас быть отделяется там остается только рфай плата которая у нас сбоку находится давай я думаю я предлагаю в конце потом показать из чего состоит бимформер потому что я думаю будет интересно у бите 13 и бите 13 с половиной есть ключевое отличие именно в бимформере саш можешь немного об этом рассказать да у нас до бите 13 и включительно у нас бимформер состоит из 32 плат и 33 плата еще это за cw отвечает режим вот у нас эти все 32 платы из них вот именно на бите 13 у нас половина это приемники половина передатчик в рср и рср и рст платы и они там чередуются по каналам вот за нам на более новых до аппаратах уже там просто одна плата у них стоит и ну как бы она не разделяется вот тоже в связи с этим вот часто бывает то что там контакты окисляются и аппарат начинает жаловаться на какие-то канал из каналов очень часто бывает такое это к сведению для инженеров если проводите диагностику и техническое обслуживание аппарата если вы разбираете бимформер именно вот эти 32 платы в первую очередь возьмите запаситесь ластиком и спиртом потому что контакты нужно будет прочищать это я вам гарантирую второе очень часто бывает такое то что вы все продули все вас аппарат чистый вроде после технического обслуживания все провели а у вас аппарат не запускается и но он прям будет жаловаться у вас на эти платы там такая характерная жалоба на эростерке будет вот он даже прописывает по какому каналу не проходит поэтому там можно выявить даже какая плата там не до конца вставлена хотя там сверху еще есть такой металлический как бы стопор который прикручивается в принципе не вставите невозможно если туда пыль попадет она перестанет как бы ну работать и еще саш если ра как бы разница вот допустим ты сказал 513 и ниже 32 платы идут на 5 седьмом допустим какие платы рср ки и да там ну во первых да там у него будет меньше плат вот количество тоже отличается также у нас есть валюсон где 6 у него будет rsr в два раза меньше там будет всего 8 плату него этим отличается и на версиях ниже там тоже у него будет меньшее количество плат 8 до на е6 до 8 1 1 он он не поддерживает у нас датчики 256 это вик 612 d он поддерживается на бить и 12 именно бить и 13 и на этих аппаратах у нас стоит плата rf и 121 вот только эта плата поддержит нас 256 каналов да я думаю этими цифрами сейчас не будем грузить наших зрителей мы сейчас уже какому-то некоторому обзору перейдем а и еще саш такой вопрос вот у меня просто совсем недавно был кейс на визуализации были тени такие характерные тени прям стопроцентную уверенность дает то что это проблема в модуле кристаллов какие-то какое-то количество кристаллов вышло из строя и вот по крайней мере инженер на месте был уверен то что этот кристалл может ли быть где было в чем-то еще именно вот этим аппаратом что характерно да у нас на этом аппарате характерная особенность у нас здесь вот этот разъем он у нас бесконтактный давай поближе сейчас покажем то есть там нету пинов там контакт именно прижимной до года что здесь что на ответной части на аппарате там нету пинов там вот просто контакты такие вот и в связи с этим как бы часто врачи плохо вставляют датчик и связи с этим какие-то из каналов могут не законнектиться а еще бывает такое то что даже вставляют хорошо но вот этот механизм именно в д разъеме бывает такое то что не до конца зажимает допустим разболтал до разболтался да на самом деле разболтался и он не дожимает и нету контактов то есть всех контактов нету и поэтому визуализация ну кажется как будто это в пьезах кристаллах дело на самом деле вот как как произвести первичную диагностику если вы но у вас проблема с датчиками вы думаете то что это проблема с кристаллами просто попробуйте надавить на коннекторную часть просто надавить и проверить если у вас станет визуализация лучше то эта проблема именно в замке то есть вот в запорном вот этом механизме она в принципе решается довольно просто туда просто прокладку подкладывают разбирает коннекторную часть подкладывать прокладку и все начинает исправно работать вот саш еще вопрос если нас смотрят врачи я подниму такой актуальный вопрос мне кажется для врачей именно можем ли мы вывести экран сейчас экран узи аппарата отлично саш покажи пожалуйста вот последний звонок нам был вот не так давно нас спрашивали но и такая больше аппликационная уже история но это будет полезно и для инженеров и инженерам и врачам при переустановке по он не отображал а все я понял он не не рассчитывал дату родов правильно ты про это говоришь приблизительную дату родов то есть акушерстве когда вводишь последний не страну то есть последний мистральный цикл там по моему есть дата дата последнего цикла и он рассчитывает приблизительную дату родов он прям выдает этот отчет а у нас был такой звонок и нам задавали вопрос почему вот то есть как бы не работает я вроде как ввожу значение у меня всегда работала сейчас вот не работает и вот сейчас на экране аппарата у нас экран аппарата выведена да мы зашли в настройки даты пошагово прямо скажи то есть так сейчас сначала расскажу вот у нас выбран датчик пресет гинекология нет этапа к шерсти на нет в гинекологии мы смотрели но уроды этого к шерсти нет там ну давай в шерсти тоже посмотрим вот ты прям пошагово что делаешь сами ты я выбрал пресет сейчас пока ты нажимаешь утилиты да то есть там поперек заходим в утилит или ты кнопка настройка системы и здесь при переустановке у нас кроме того что встает английский язык но это мы все сменили у нас еще и здесь формат даты обязательно нужно ставить dmg чтобы правильная дата стояла иначе у нас аппарат будет выдавать ошибку дальше мы заходим на вкладку отображение информации у нас здесь есть такой пункт рассчитать день цикла по дпм обязательно вот эта галочка должна стоять это вот для врачей которые работают с гинекологией давай наверно уберем да покажем что бывает если неправильно стоит там вот мы убрали как по умолчанию стоит при переустановке заходим в нового пациента вот вводим дпм и он начинает рассчитывать до до 6 секунд рассчитывается я просто не вижу честь так не можно подойти ждать да вот это сейчас он у нас выдает ошибку вот видим что он не считает заходим обратно в утилиты но все уже теперь считаешь все установили да вот сейчас заходим да ты прям проговорил что было понятно ты включил отображение и он теперь начинает выводить этот расчет до донируемая дата родов вот ты вводишь дпм и он планируемую дату вводов выводит все вижу отлично по еще был вопрос по поводу пресетов как сохранять пресеты вот какие-то настройки ты допустим сделал вот часто где-то гинекологии или в акушерстве да они меняют разворот самого датчика развернем сада у нас вот на этом пресете он обычно перевернут вот врачам часто бывает удобно так работать вот мы заходим в утилиты кнопку утилиты нажимаем настройки системы на сенсорном экране здесь мы заходим в пользовательские настройки программа пользуйтесь программа и здесь мы видим пресеты которые у нас есть вот мы выбираем пресет на который нам нужно пересохранить и нажимаем сохранить все у нас при следующем выборе датчика у нас он уже будет правильно повернут отлично у нас пресет сохранился мы показали как сохранить пресет еще хочу также поднять такой актуальный вопрос он очень простой но для врачей это прям иногда новость они удивляются врачи у нас бывают разные высокие низкие и собственно покажи как регулировать высоту на аппарате саж да здесь у нас есть кнопочка вот рядом кабелем и рядом с кнопкой выключение да вот мы эту кнопку зажимаем и у нас и на сенсорном экране выходит две кнопки вверх вниз мы можем это показать да вот соответственно и надо нажать и держать обе кнопки да и так это получается кнопка у нас находится ниже кнопки включения следующая кнопка сверху считать и левее которые там две кнопки и левее которые нажимаем ее и на сенсорном экране у нас там отображен отобразится down down up это вверх вниз и собственно мы уже нажимая на кнопку поднимаем или спускаем аппарат вот для некоторых врачей это было реально открытием также саж про кнопочку влево-вправо механической которая здесь у нас да у нас здесь есть кнопка это стопора механизма вот один раз нажимаем и у нас то есть можно двигать вот второй раз она блокируется скажи пожалуйста аппарат вот допустим софтовая часть если проблема с сенсорной консолью допустим ну или вообще часто ли приходится вот именно софт переустанавливать на аппарате да тоже было много таких случаев когда требовалась переустановка софта это может быть либо при загрузке как какая-то ошибка выходит либо аппарат как-то но нестабильно начинает работать ну и когда какие-то проблемы начинаются лучше всегда переустановить софт потому что вот на этих аппаратах даже нам не нужен диск с программным обеспечением чтобы восстановить по потому что у него уже внутри зашита раздел восстановления с которого мы можем вернуть его к заводскому состоянию то есть если у нас даже нету диска на этот аппарат установочного диска до официального джейшного то мы можем с из раздела recovery который у нас зашит на самом жестком диске на самом хдд аппарата из него восстановить полностью систему правильно да все верно отлично единственное вот еще уточнение перед тем как какие-то манипуляции софтом производить и вообще ну как бы желательно сразу записать permanent кей который нужен вот как раз при переустановки или в случае если софт слетел как бы мы уже не ну не сможем его посмотреть то есть уже у нас опции слетают все отлично это важная часть я считаю перед переустановкой софта это как инженерам так и врачам если у вас есть джейшный аппарат то возьмите не поленитесь зайдите в настройки и обязательно сфотографируйте или запишите permanent кей и приклейте куда-нибудь на заднюю часть корпуса аппарата потому что вам когда-то это может пригодиться и очень сильно поможет саш как посмотреть permanent кей и что делает permanent кей до перманент кей у нас открывает опции на аппарате можем его посмотреть нажимаем опять кнопку утиле утил нажимаем на сенсорном экране настройки системы переходим во вкладку администрирование и здесь у нас вкладка еще одна параметры у нас также есть так сведения системы вот параметров вкладка у нас здесь видим весь список опций которые у нас установлены здесь нас серийник аппарата и постоянный ключ вот он у нас сюда если мы открываем новые опции мы здесь вводим новый ключ и также вот этот ключ нужно записать себе и в случае перестановки нужно будет его ввести при при установке по и так это мы закрепили то что если у вас есть аппарат джи и неважно эволюцион это vivid logic если у вас есть джей то запишите permanent кей себе куда-нибудь на листочек распечатайте его и приклейте к задней части аппарата это когда-то точно пригодится и так как мы можем я думаю в рамках этого вебинара просто это займет очень большое количество времени я думаю в следующем вебинаре мы покажем как провести провести переустановку программного обеспечения на аппарате но вот из чего состоит софтовая часть на аппарате какая программа вот что там именно программная часть что из себя представляет но у нас здесь вообще на его жестком диске есть несколько разделов один из них как раз занимает загрузчик с разделом восстановления и также у нас есть там часть на которую установлена операционная система это у нас в данном случае windows xp здесь установлен и также там установлена специальная программа собственно уже джи оболочка если про проблема с принтерами нужно установить допустим какие-то принтеры которые не установлены в индии мы сейчас можем как-то в windows тобой выйти саж да мы в принципе можем любое оборудование установить у нас главное чтобы был драйвер установлен для этого нам нужно выйти windows и соответственно установить драйвер который нам требуется то есть можешь сейчас показать вот control f мы control escape нажмем да 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 он нам дает возможность выйти вот у нас меню пуска здесь мы провалились мы можем выйти в explorer и соответственно можем ставить флешку установить нужную нам программу также здесь у нас мы можем открыть панель управления и здесь здесь же через винду мы можем откалибровать сенсорную консоль отсюда же мы можем выйти в сервис джи ну то есть в принципе но сенсорной консоль можно и через аппликацию тоже открыть калибровку тоже через через сервисный режим тоже через сервисный режим на да так но в принципе винду мы показали да если у инженеров будет просто у инженера который регионе у них может не быть скорее всего возможности выйти винду я думаю мы можем помочь в настройке если у кого будет проблема с софтом вы можете обратиться мы подскажем как 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 вам выйти в винду быстрее вот для этого нужен либо специальный ключ который это позволяет делать либо есть другие способы мы об этом расскажем просто сейчас не будем на это долго заострять внимание вот саш еще что у нас по этому аппарату про консоль можешь рассказать если у нас допустим вышла из строя консоль и она какие типы консоли у нас есть да у нас есть на этих аппаратах два типа консолей они как бы там в разное время выпускались есть рафи это более старая модель есть в веном но это полностью рабочая панель никак не сенсорная консоль а именно полностью рабочая панель вместе с сенсорной консоли в том числе они взаимозаменяемы вот принципе на на аппарат можно поставить любую консоль но она должна быть вся в сборе то есть здесь внутри консоль она состоит из нескольких частей здесь клавиатура из двух плат стоит трекбол трекбол т джейси и ну сама сенсорный дисплей да эти все части они как бы не взаимозаменяемые в этих двух видов консоли то есть если у нас здесь стоит вот веном то от рафи мы не сможем запчасти поставить и так же у них еще шлейф который идет к самой панели управления он тоже другой то есть если мы сюда захотим поставить рафи консоль то нам нужен шнур насколько хорошо поддается аппарат ремонту вот такой вопрос просто на него запчасти ну реально дорогие сейчас с нынешней ситуации у джейси стандартный строк поставки увеличился до 90 дней и клиенты часто спрашивают часто просят саш ускорить время ремонта поставки и так далее мы можем поставить там допустим свою запчасть это понятно но можем ли мы ремонтировать запчасти которые вот платы которые есть на аппарате да у нас уже было много таких случаев когда приходилось чинить в том числе вот рф и плату мы чинили то есть для нас это интересно как и для клиентов для нас это интересно потому что также ну собственно это два-три дня работы для клиента это интересно почему потому что во первых плюс и нам клиенту то что нет необходимости долго ждать чтобы восстановить аппарат долго ждать запчасть пока джейси закажет ее из из-за границы и так далее то есть это целая история история а сейчас мы просто берем допустим запчасть предлагаем свою запчасть и забираем просто старую запчасти и ремонтируем и оставляем у себя то есть это вполне такая рабочая история это дешевле это конечно дешевле чем новая запчасть но гарантию мы также даем на свои работы и кого-то может смутить то что до запчасть после ремонта я уверяю то что запчасть после нашего ремонта будет работать дольше но ничуть не меньше это сто процентов чем запчасть которая пришла с завода почему потому что это уже запчасть отремонтирована то есть неисправность устранена плюс запчасть проверено несколько раз и мы в ней уверены мы даем если джейс стандартно дает три месяца на запчасти то если их инженер только инженер g произойдет ремонт то мы зачастую даем и полгода на гарантию то есть со своей стороны мы берем все гарантийные риски на себя поэтому мы готовы ремонтировать готовы в скором времени очень очень быстрые сроки отправлять вам любые запчасти на аппарат ну собственно как и ремонтировать датчики это уже понятно из предыдущих вебинаров по этому аппарату как и по ей десятому как по и шестому принципе этом один из самых любимых аппаратов нашего сервиса потому что мы очень хорошо с ним дружим вот ну и потому что у нас есть и 8 в сервисе вот для диагностики это очень полезно если есть какие то вопросы я предлагаю их сейчас задать и если нету то по этому аппарату будем вести еще вебинар я думаю какие то моменты какие то вопросы мы затронем на следующем такие как допустим переустановка софта как зайти в сервисный режим что нам дает сервисный режим как произвести как произвести диагностику в сервисном режиме у него есть сервисном режиме отклик hardware тест он так называется проверяет все платы вот и собственно это мы осветим я думаю уже на следующем вебинаре если сейчас на данный момент есть какие то вопросы прошу их задать если нету то мы наверное потихоньку будем закругляться несколько лайфхаков таких для врачей я считаю очень полезных мы сегодня раскрыли будем раскрывать и дальше вы главное задавайте вопросы чтобы мы знали что вам рассказать для нас это очень важно потому что мы рассказать хотим именно то что полезно вам минимум воды максимум конкретики поэтому предлагаю задавать вопросы чтобы мы именно на это были ориентированы так и мы еще по моему бим форме хотели разобрать да бимформер ну давай да выключим наверно аппарат разберем бимформер и покажем вообще вот а что-то внутри все нормально да ребят да информер на следующий тогда окей давай тогда железо изнутри покажем на следующем вебинаре в рамках этого вебинара я думаю уже много полезных лайфхаков и советов мы дали на может быть у кого-то вопросы как раз созреют следующему да может быть к следующему вебинару именно по этому аппарату по этой модели возникнут вопросы пожалуйста пропишите мы ответим на все из них спасибо вам за то что вы с нами спасибо за то что смотрите нас также важный момент по миндре и то что у нас уже курс пошел уже стартовал курс по всей ультразвуковой линейки миндрей те кто хочет обучиться вам стоит поторопиться и записаться на наш курс потому что на курс определенное количество людей будет и то есть если вы не успеете на этот курс то вы уже там ну через два-три месяца следующий курс у нас будет потому что не более 20 человек мы хотим принять чтобы уделить каждому внимание каждому дать поработать с аппаратом чтобы каждый смог пройти полноценный курс вот для этого должно быть не более 20 человек а даже может и менее вот записывайте на наш курс и 15 числа также информация для многих кто задается вопросом по принтером 15 числа летит самолет с нашими принтерами 21 штука принтеров стандартный sony принтер 898 летят к нам сейчас 21 штука и немного позже прилетят также еще 50 штук 13 из них уже забронировано и предоплачено 50 процентов если вам необходим принтер то поскорее бронируйте ребят всем спасибо спасибо большое что вы с нами подписывайтесь на нас ставьте лайки смотрите задавайте вопросы комментируйте всем спасибо всем пока пока